Интересно, что все единороды решили выйти против Израиля. Что бы произошло, если бы они сказали, да будет им мир, Израиль, и пропустили их? Тогда бы, вероятно, все колена перешли через Иорданы, оказались на западной стороне все. Но поскольку все народы вышли, чтобы бороться против Израиля, и вы знаете, что два с половиной колена решили остаться на востоке. И это произошло. В определенное время все двенадцать колен собрались там возле Иордана, чтобы пересекать его. Теперь, это здесь, что Моисей говорит к Израилю, до того, как они вошли в землю, обитыванную. И прежде чем была дана вся книга второзакония. И на иврите название книги Дварим. Что значит слова? Вот слова, которые Моисей сказал Израилю. И английское название книги «Второзаконие», что значит «второй закон». Поэтому по большей части все там идет повторение того, что уже было сказано. И вот народ блуждает по пустыне сорок лет. Новое поколение уже выросло, чтобы войти в землю. Все они слышали об этом. Но Моисей хочет удостовериться, что прежде чем они войдут, он все им рассказывает, все, что может, чтобы они были успешны в том, что они собираются сделать. Поэтому каким же образом устроена книга второзакония? Она начинается с обзора повторения прошлого. Напоминает им о их неудачах. Почему? Потому что он не хочет, чтобы такие же ошибки они повторяли в будущем. Как же вы не ошибитесь в будущем, если вы не будете повторять ошибки прошлого? Какой-то испанский философ. Он говорит, все, чему мы учимся из истории, это то, что мы вообще не учимся на основании истории. Мы учимся тому, что мы не учимся из истории. Но народ Божий должен быть немножко умнее, чем это. Должен быть. Как часто у вас было, что два-три раза, вы четыре раза одну и ту же ошибку повторяете? Ну ладно, давайте возвращаемся к второзаконии. И задумайтесь об этом. Это указывает на несколько моментов. И на что я хочу обратить ваше внимание? Это созидание веры, крепление веры. То есть это предположение, что они справятся. И предположение о том, что они будут успешны. И есть что-то очень сильное в позитивных словах. Предположение того, что с вашими детьми все будет хорошо. Предположение того, что ваши ученики будут успешны. Например, в восьмой главе Моисей говорит, что Бог дает вам успех, дает вам силу собирать богатство. И процветание имеет, но это хорошо, мы бы хотели процветание иметь. И Моисей говорит, что это произойдет. И он говорит также, не забудьте, когда это произойдет с вами, то отдайте должное Богу. И затем следующий важный момент подготовки. Двенадцатая глава. Двенадцатая глава. Бог говорит о месте, которым Он изберет. Поскольку одно место будет для пребывания в Скинии. Мы знаем, что Скиния была в Силоме много лет. С тех пор, пока Давид не принес ковчег в Иерусалим. И на том месте, затем Соломон построил храм. И очень важно. Бог говорит, не надо везде по земле ходить и строить везде жертвенники. Я хочу, чтобы вы в одном месте сошлись и построили Скинию. И есть множество причин этому. Во-первых, это единство народа. Другая причина, если бы они везде подряд строили жертвенники, то у них бы тенденция появилась своим путем пойти. Затем в двадцать седьмой главе книги В двадцать седьмой главе Идите на гору Ибал и прочтите закон там. Гивал. На горе Гивал. И прочитайте благословения и проклятия. Часть из вас будет на горе Геразим читая благословения. Половина из вас будет на горе Гивал и будете произносить проклятия. Как напоминание. Затем двадцать восьмая глава Вот что произойдет. И первые четырнадцать стихов Вот все хорошее, что произойдет с вами, если вы будете ходить моими путями. Остальная часть главы до конца. Все плохое, если вы не будете поступать так. И затем тридцатая глава Один из самых широко известных стихов в иудаизме Там говорится, избери жизнь. Избери Бога, избери Тору, избери жизнь. И за тобой стоит выбор, как будут результаты твоей жизни. Поэтому прими правильное решение. И очень интересно, тридцатая глава Это песня Моисея Которые должны выучить народ. То есть, можно сказать, начинается это песня такими словами. Мы были на самом деле тупым народом, даже не знали, как правильно себя вести. Современный перевод. И, конечно, вы такому бы не хотели своих детей учить. Но это должно стать очень сильным предупреждением. То есть, вот что вы будете говорить, если вы не будете делать правильный выбор, не будете правильно избирать. Кто из вас помнит, что происходит в 49 главе книги Бытие? Сразу вот буквально вспомните. Не надо смотреть. Вы должны помнить. Яков благословляет своих 12 детей. И немножко говорит каждому, каков характер каждого и каково будущее каждого ребенка. Дудеронами. Дудеронами. И второзаконие, 33 глава, Моисея благословляет каждое из колен. И в 34 глава говорится о смерти Моисея. Иисус Навин помазан на лидера. И затем поминально проходят служения, поминки Моисея. Все хорошее о том, что он сделал. То есть, очень хорошо говорить хорошие речи на чьих-то похоронах. Меня попросили в прошлом несколько похорон провести. Я даже не знаю, верующим был человек или неверующим. И я пытаюсь найти хорошие слова, подобрать. Что бы сказать такое? Но, конечно, Моисею нам было намного легче сказать хорошие. Что мне нравится лично? Когда вам 20 лет, подумайте, представьте себя старым. И когда 40 лет, и вы еще хорошо себя чувствуете. Но когда 60 лет, вы чувствуете годы. Как говорится, Моисею было 120 лет. И что его зрение не притупилось. Удивительно. И его природная физическая крепость была такая же сильная. Это очень удивительно. Допустим, вы видите 100-летнего, 110-летнего, 115-летнего человека. И посмотрите на его лицо, и такое ощущение, что это одна большая морщина. Просто удивительно, если взять пример Моисея. И поэтому, когда я еще раньше сказал, что исторические книги Библии написаны с точки зрения книги Второзакония, вот что я имею в виду. Это идея благословения и проклятия. Когда войдете в землю, вот что произойдет. Вы будете успешны. Но если вы забудете Бога, если вы будете брать жены язычников, тогда плохое начнет происходить с вами. Но если начнет происходить что-то плохое, вы его зовете к Богу, и Бог вспомнит вас и придет. Но затем снова не повторяйте тех же ошибок. И когда мы доходим до книги Судей, мы увидим просто семь циклов такого благословения. Забыли Бога, снова попали в неприятности, покаялись, вызвали к Богу. Бог дает Избавителя. Затем некоторое время мир. Затем следующее поколение снова все забывает. И вот Израиль снова. Сорок лет странствования там. Они победили народы здесь. И Моисей зашел на гору Неву. Одна из самых высших точек, так что он мог увидеть землю обетованную здесь. Поэтому очень важно узнать, что его зрение не притупилось. Потому что в очень ясный солнечный день можно на расстоянии 30-40 миль увидеть. Это очень интересно. И получается, в Америке есть такое место географическое, которое переводится как зеленая долина. Где жили как бы индейцы коренные. И если вы доберетесь до одного места, которое очень возвышенное, и верхушка, как бы там плато наверху находится. И там есть такой знак, там написано на том знаке, что в самый солнечный ясный день вы можете на 45 миль видеть в этом направлении, 60 миль в этом направлении, и 2 километра вперед видеть. 200 километров вперед. Это на западе. Это на западе Америки, поэтому воздух там очень сухой. То есть с этой возвышенности на 200 километров можно следующую гору увидеть, гряду гор. И поэтому большая часть Ближнего Востока также очень сухая. Сухая погода, то есть такой безоблачный сухой день, очень далеко, очень на далекие расстояния все видно. Поэтому Моисей умер, и Бог похоронил его. Это только один человек, которому так сказано во всей Библии. Поэтому мы готовы теперь к книге Иисуса Навина. Давайте поговорим о Иисусе Навине. Он был молодым парнем, когда они вышли из Египта. И Иисус Навин – самый главный ассистент Моисея. Что еще мы знаем об Иисусе Навине? Он был из колена Ефрема. Он любил присутствие Божьей. Постоянно он околачивался, можно сказать, возле Скини. Также он был начальником вождем армии против Амаликитян. Буквально сразу после того, как они ушли из Египта. Он был в числе 12 соглядатаев. И вместе с Халебом он принес хорошие вести. Подумайте. Иисус Навин страдал 40 лет из-за непослушания большинства. Таким образом суды Божьи воплощаются, не так ли? Иногда праведник страдает вместе с нечестивыми. Поэтому он был помазан Моисеем, чтобы он стал преемником Моисея. У кого из вас бывало такое, что вы перенимали работу или что-то от другого человека? Кто из вас занимал какое-то духовное положение от какого-то другого человека? Всегда ли вы чувствовали себя хорошо подготовленными для этого? И теперь подумайте об Иисусе Навине. Мог ли он быть лучше подготовленным? Как вы думаете? Я так не думаю. Моисей назван одним из самых величайших лидеров всех времен и народов. И человек, к которому Бог прямо обращался. Иисус Навин был с Моисеем 40 лет. И даже в качестве молодого парня он был лидером. Всему только, чему можно было, он научился у Моисея. Он наблюдал за Моисеем. Как я сказала раньше, он любил присутствие Божьей. Слово Божье. И однако, давайте прочтем первый раздел Иисуса Навина. Первый стих. По первой главе. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину. Моисей, раб мой, умер, итак, встань, перейди через Иордан сей, и ты и весь народ сей. Всякое место, на которое ступят стопы, нох ваших я даю вам, как я сказал Моисею. В пятом стихе. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. И вот здесь остановимся. Если все это Бог сказал Иисусу Навину, если, допустим, все, что нам передано, эти слова только, мы бы сказали, этого достаточно. Так? Потому что уже мы знаем, что, долгое время знаем, что Иисус Навин ведет Израиль в землю. Уже годы прошли с тех пор, как Бог сказал Моисею, ты не войдешь туда. Уже годами знали о том, что Иисус Навин будет лидером. И именно к этому Он был подготовлен. И Он сам это знал. И теперь пришло Его время. И Бог говорит, ну что, иди в землю, был с Моисеем, с тобой тоже буду. И все, что, такая информация только нам дана. Я бы подумал, ну этого достаточно. Если бы Бог сказал мне, я бы сказал только, вау, все, что мне надо знать, слышать. А как насчет вас? Вам бы было достаточно? И дальше смотрите, что происходит. В следующем стихе. Будь тверд и мужественен. Он должен им постоянно говорить, будь тверд и мужественен. Будьте сильны в силе, в мощи. Одного раза этого недостаточно сказать. В седьмом стихе. Хазак в Амат. Тоже говорится. Только будь тверд и очень мужественен, тщательно храни, исполняй весь закон. Чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях. Затем в восьмом стихе. Поучайся в Торе. Размышляй на Торе день и ночь. Каким образом быть успешным? Ходить путями Бога. Затем девятый стих. Снова та же фраза. Хазак в Амат. Не бойся. Не страшись, не ужасайся. Ибо с тобой Бог твой везде, куда не пойдешь. И когда я думаю об этом, думаю, ой, как интересно. Постоянно Бог повторяет это. Хазак в Амат. Хазак в Амат. Будь мужественен. И вы бы подумали, что Иисус Нави настолько готов. Но еще там некоторые события происходят. Моисей самый величайший лидер. И он единственный лидер, которого знал Израиль. И хотя Иисус Навин был уже старым человеком к тому времени. И очень опытным. Очень разумным. И очень подготовленным. То когда вес нового положения сошел на него, на его плечи, я уверен, что он почувствовал этот вес. И существует большая разница между тем, чтобы вести людей, когда Моисей был еще жив, и вести людей, когда Моисея не было. И две разницы можно увидеть. Во-первых, Иисусу Навину нужно было прочувствовать всю неуверенность в себе. Я не думаю, что он в Боге сомневался. Возможно, у него мысли такие возникали, могу ли я это сделать? И Моисей был настолько великим человеком. Могу ли я вообще одеть его туфли, ботинки? По размеру ли они мне? И еще что-то происходит. И это мысли людей, народа, что они думают. Они только знали Моисея как лидера. И так же они знали, что Моисей помазал Иисуса Навина в лидеры. И они знали Иисуса Навина. И все же, наверное, большинство из них так же задавали вопрос. А справится ли вообще Иисус Навин со своей работой? Поэтому, если все это вместе соединить, и Бог говорит к Иисусу Навину трижды. Хазакваматс. Я думаю, что еще здесь нечто происходит больше, чем просто слова. Я думаю, что когда Бог говорит что-то человеку, Его слова не входят просто в наши уши, но они входят в наш дух. И когда Бог говорит хазакваматс, я подозреваю, что эта сила Божия начала двигаться и действовать внутри Иисуса Навина, он начал ее чувствовать. И знаете ли вы, какая заповедь повторяется больше всего, чаще всего во всей Библии? Кто из вас знает эту заповедь? О любви к ближнему? Нет, не о любви. Не бойся. Да, не бойся. Почему? Потому что это наша такая тенденция самая большая. И это стратегия номер один врага. Чувствовали ли вы такое, независимо от того, сколько раз Бог что-то сказал? Вы попадаете в какое-то состояние, положение, когда снова боитесь. Иногда это не только мы, не просто мы. Иногда это враг шепчет нам на уши. Поэтому, в дополнение ко всему тому, через что прошел Иисус Навин за 40 лет, все равно он нуждается в особом ободрении. Поэтому, в 10 стихе, Джошуа говорит к людям, «Приготовьтесь, потому что через три дня мы пересечем Иордан». 11 стих. Он говорит, «Приготовьтесь, потому что через три дня мы пересечем Иордан». И затем особое слово у него к Рубину, к Гаду, к Галину Гадову, и половине колена Монассиена. Он сказал, «Вспомните, что заповедовал вам Моисей». Как вы помните, эти два с половиной колена посмотрели на эту землю здесь и сказали, «Ну, очень хорошо бы здесь скотоводством заняться». «И у нас много скота». «Можем ли мы остаться с этой стороны?» И, возможно, вы помните эту историю. И Моисей говорит, «Подождите минуточку, вы что, хотите других как-то обескуражить?» Вы что, хотите их вперед пропустить, чтобы они сами там боролись, воевали против врагов? Помните, что произошло с десятью солидатами и то, что они донесли. «Разочаруетесь ли своих братьев сейчас, то на вас суд придет». Они говорят, «Нет, нет, 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 этого мы совсем не имели в виду». «Мы войдем вместе с ними, будем вместе с ними сражаться, помочь в войне до тех пор, пока не подчиним всей земле». И только когда они безопасно уже укоренятся на земле, «Мы возвращаемся и будем жить на своей территории». Интересовались ли вы когда-либо таким вопросом? «Приняли ли они хорошее решение или нет?» Давайте задумаемся об этом. Как вы помните, с этой стороны Иордана, запад Иордана, существуют природные барьеры, естественные барьеры к вторжению врага. Река Иордан, и затем два-три пути с северной стороны, чтобы войти в обетованную землю. Поэтому стратегично это такое положение, географическое место расположения, где можно отражать атаку. А если взять территорию к востоку от Иордана, там вообще очень трудно что-то отразить. Полностью открытая местность. Кто из вас знает, где находятся Голландские высоты? Знаете? Нет? Не знаете? Слышали ли вы о Голландских высотах в современном Израиле? Это территория, которая в 1967 году, когда Сирия попыталась вторгнуться в Израиль с севера, И Израиль взял эту территорию от Сирии. Вот где находятся эти высоты. То есть это рядом с восточным побережьем, восточным берегом Генисаретского озера. И до 1967 года, до войны в 1967 году, Сирия занимала эти высоты. И когда хотели, могли направлять свои ракеты в Израиль. И очень опасная территория, чтобы там жить было. И поэтому Израиль говорит, никогда мы не отдадим Голландские высоты. И официально аннексировали ту территорию, сделали частью Израиля. Этого они не сделали с Западным берегом, но с голландскими судами так и было. Иногда проходят такие слухи о том, чтобы хоть часть голландских высот отдать Сирии обратно. Отдали ли вы такую стратегическую территорию врагу, который хочет вас уничтожить? Вообще множество людей в мире понятия имеют о том, что в Израиле происходит. Они не знают ни истории. И также ничего они не знают о стратегической географии местности. И Сирия наиболее вооруженная страна во всем Ближнем Востоке. Не так уж много миллионов населения там проживает. Также у них есть орудия массового поражения, газовое оружие. Они поддерживают Ливан в войне против Израиля. Поэтому если возвратиться снова к этой территории, она не очень способна защитить. И всякий раз, когда враг приходил с севера, поэтому всегда эти два с половиной колена первыми оказывались в проблемах, если приходил враг. Но давайте зададим второй вопрос. Сколько вообще земли было обещано Аврааму первоначально? Это там, если взять, от реки Египетской. Некоторые думают, что это Нил. Некоторые думают, что это усть реки. Но в принципе, если взять, это начинает от реки Нил до Ефрата. Поэтому эта территория входит в обетование Бога. Но если бы это был я, возможно, я бы захотел занять более такое укромное местечко, защищаемое. Всякий раз, когда враг шел с севера, они первые поражают эти два с половиной колена. И прежде чем мы сделаем перерыв, еще одну пищу для размышления вам дам. И завтра будет проектор, и я покажу вам различные карты. Эти сверхдержавы Древнего мира, во-первых, это Египет внизу, во-вторых, Месопотамии, это Ассирийское царство, потом Вавилонское царство, Персидское. Поскольку там между реками Ефрат и Тигры очень плодородная почва и очень множество народа может накормить. То же самое относится к долине Нила, к почве плодородной, в которой тоже можно очень хорошо прокормить население. Поэтому всякий раз, когда северные представители, северные народы хотели как-то применить свою власть к Израилю, кто там еще находится, кто находится на их пути, народ Божий. И всякий раз, когда Египет хотела распространить сферу своего влияния и власти, то также они встречаются на своем пути с Божьим народом. Кто здесь находится? И задумайтесь об этом. Бог избрал Авраама. Я произведу от тебя великий народ. Вы избранный народ. Вы мой народ. И я заключу завет с вами. И очень-очень благословлю вас. И затем Он помещает их в месте, место, которое будет постоянной проблемой во все дни их жизни, их существования. Как это вообще можно понять? Как это вообще сработает? И вот что происходит. Бог хочет, чтобы Его народ был определенным народом. Определенного плана, типа, и только один способ есть, как это можно сделать. Если бы Бог поместил Свой народ на Гавайях, Австралия, Австралия, Допустим, очень классное место, какой-то островочек такой. Вообще трудно кому-то туда добраться. Все очень легко, никаких проблем. Если бы я был избранным, то вот что бы я сказал. Пожалуйста, избери меня только для Гавайи. Или же какой-то классный остров на Карибах. Классный пляж. Красивая переливающаяся голубая вода. Такой легкий ветерок и солнечный свет. Конечно, мне надо остерегаться ураганов, торнадо. Ну, так все будет нормально, в принципе. И Бог говорит, если вы будете ходить в соответствии с моей Торой, то я защищу вас. Я позабочусь о ваших врагах. Поэтому иногда единственное, что удерживает нас от близости с Богом, это давление снаружи. Не так ли? Допустим, если взять вашу жизнь. Очень часто, когда я в церкви проповедую, или же вообще нигде раньше не бывал, я спрашиваю их, когда в вашей жизни в последний раз вы научились больше всего от Бога, у Бога? В легкие времена или трудные времена? Конечно! Конечно! Каждый это знает. По крайней мере, каждый серьезный верующий. Поэтому вот именно там Бог помещает Свой народ. в самом трудном окружении на всей планете Земля. Удивительно! Перерыв.